В Иркутской области за неделю зарегистрировано 936 новых случаев заболевания коронавирусной за все время пандемии – 370 075. Данные на 17 апреля публикуют Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Выздоровели за весь период пандемии 364 696 человек. За неделю от COVID-19 умерли 5 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 8 915 жителей региона. Еще 994 пациента умерли от сопутствующих заболеваний. За неделю зарегистрировали три таких случая. Всего с начала пандемии провели 4 848 706 лабораторных исследований на COVID-19 среди населения региона. Жизнь не остановишь. Люди рождаются, люди женятся, разводятся и, к сожалению, умирают. За цифрами факты органы ЗАГС представили статистику демографической ситуации и брачных отношений за первый квартал 2023 года. Так, по городу Устеримску и Устеримскому району зарегистрировано 710 записей актов гражданского состояния. В сравнении с прошлым годом количество уменьшилось на 13 процентов или на 106 записей. Показатели увеличились по трем видам. Это рождение, расторжение брака и перемена. Зарегистрировано 153 рождения, это на 13 малышей больше. Составлено 110 разводов на два развода больше и на 4 перемены больше зарегистрировано. Всего 16 перемен. По остальным видам показатели уменьшились. Смертность сократилась на 85 человек, составило 307 актовых записей. Зарегистрирован 91 брак, что на 25 пар меньше. 30 мужчин подали заявление на установление отцовства. В прошлый период было 45. Установления остались на том же уровне, 3, как и за аналогичный период 2022 года. За первый квартал показатели по смертности превысили показатели по рождаемости на 154 человека. Эта цифра значительно уменьшилась, потому как в прошлом году за такой же период разница составила 252 человека. С начала текущего месяца в России заработал цифровой сервис государственной регистрации рождения ребенка. 11 апреля 2023 года в Устеримском отделе ЗАГС впервые зарегистрировали малыша как нового гражданина страны без личного посещения родителей. Это новый этап электронного взаимодействия государства с населением. Процедура выглядит следующим образом. Родители в роддоме дают согласие на оформление медицинского свидетельства в электронном виде, которое затем поступает в личный кабинет мамы на портале госуслуг. Далее родители направляют заявление на регистрацию рождения также через портал госуслуг в отдел ЗАГС. При поступлении этого заявления отдел ЗАГС регистрирует рождение без присутствия родителей. Далее реквизиты записи акта рождения уже поступают в личный кабинет родителей и используются при подаче заявления в другие государственные органы. Гербовое свидетельство в этом случае родителям выдается по их желанию. То есть вот уже для получения свидетельства о рождении они обращаются лично к нам. Обращаем ваше внимание, что данной услугой могут пользоваться только родители, состоящие в браке, либо одинокая мать. При этом они должны быть гражданами Российской Федерации и зарегистрированы на портале госуслуг. Конечно, для нас первый момент был волнительный и честно скажем, что мы не очень горели желанием. Но пройдя это, мы поняли, что и нам, и родителям это удобно. Но те родители, которые заинтересованы не ходить по учреждениям, а лучше повоевать с компьютером, я думаю, что они пойдут на это. Министерство соцразвития при Ангаре направило средства на предоставление ежегодной выплаты ко Дню Победы 81 650 жителям региона, которым присвоен статус «Дети Великой Отечественной войны». Выплату уже получили 80 090 человек. С учетом индексации в 2023 году ее размер составит 5 486 рублей. Статус «Дети войны» установлен в регионе с 2013 года и присваивается гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года до 3 сентября 1945 года. Также для них предусмотрены и другие меры поддержки. Это ежемесячная денежная выплата, внеочередной прием в учреждения соцобслуживания, внеочередное оказание медицинской помощи, денежная компенсация 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Ежегодная выплата детям войны предоставляется до 9 мая путем зачисления денежных средств на банковский счет, либо путем доставки по выбору заявителя. В текущем году в больницах Братска и Устилимска будут открыты отделения гемодиализа. Об этом губернатор Иркутской области Игорю Кобзеву доложил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Алексей Шелихов. В настоящее время идет подготовка помещений. Завершить ремонтные работы и приобрести необходимое оборудование планируют до конца 2023 года. Напомним, по поручению главы региона, для жителей, находящихся на гемодиализе, но проживающих в населенных пунктах, где не оказывается этот вид помощи и вынужденных добираться к месту проведения гемодиализа, в прошлом году была установлена ежемесячная социальная выплата порядка 15 тысяч рублей. Во Дворце культуры и дружбы начался второй этап капитального ремонта. Ремонт фасада здания аукциона. Выполнение работ выиграла компания «Гелиополь» из Иркутска. Сейчас подрядчик работает со стороны парковой зоны, снимает вторую плитку вокруг окон и дверей, так как кроме облицовки здания новым материалом предусмотрена и их замена. Летом после проведения дня города начнутся работы на фасаде со стороны центральной городской площади. Поставку первой партии «Травертина» ожидается в июне. Всего же для облицовки здания, а это 4354 квадратных метра, заказано 372 тонны этого натурального камня. Почти семь железнодорожных вагонов. Перед монтажом «Травертина» здание будет утеплено по самым современным технологиям. Мрамора никогда не было. Стены облицованы были ракушечником. Ракушечник, слава Богу, прослужил 35 лет, 36 лет. Но, к сожалению, в наших условиях, когда бывает очень жаркое лето и сильно холодная зима, ракушечник себя не оправдал. Он просто рассыпается. Люди могут вот то, что плитки снимаются, можно прийти посмотреть, в каком они состоянии. Обвинить, что мы не пытались его сохранить. Мы пытались. Все видели и зачищали, и закрашивали. Но, к сожалению, слава Богу, что он прослужил столько лет. Будет облицован дворец культуры травертилом. Это природный, натуральный камень. Архитектура не будет нарушена. Ну, по крайней мере, все как по проекту. Можно прийти во дворец культуры, посмотреть, как должен в идеале, после проведения всех работ, должен выглядеть дворец культуры. Завершающий этап капремонта ДК «Дружба» – благоустройство прилегающей территории. Выполнят его в 2024 году. Перед дворцом культуры обустроят большую площадку, отремонтируют лестницу и подпорную стену. Вокруг ДК установят светильники, скамейки, вазоны для цветов. Напомним, средства на капремонт ДК «Дружба» – около 240 миллионов рублей – были в 2022 году из бюджета Иркутской области по программе капремонтов учреждений культуры. С 14 по 16 апреля в лагере «Лосенок» проходили учебно-практические занятия, позволяющие погрузиться в профессию вожатый. План семинара был насыщен различными полезными мероприятиями, благодаря которым участники получили навыки работы с детьми, умение находить выходы из различных ситуаций, придумали интересные игры и многое другое. Предварительно школьники прошли обучение по программе «Вожатый» в Центре детского творчества. 40 ребят получили сертификаты за участие в городском инструктивном семинаре для будущих вожатых. Все они планируют летом работать на детских площадках. С 18 по 26 апреля в Иркутске пройдут региональные этапы всероссийских конкурсов «Учитель и воспитатель года России-2023». За звание лучших будут бороться 32 учителя и 27 воспитателей, 38 мастеров производственного обучения из организации среднего профессионального образования. Устеримск представляет Виктория Сергеевна Губанова, учитель начальных классов школы номер 8 имени Бусыгина и Надежда Валентиновна Ножнина, воспитатель детского сада номер 34 Рябинка. Они стали победителями муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства. 15 апреля на голубых дорожках плавательного бассейна «Дельфин» проходило первенство города Устеримска по плаванию «Я стану чемпионом». Мероприятие проводилось с целью формирования мотивации к ведению здорового образа жизни, физического воспитания детей, популяризации и развития спортивного плавания и выявления сильнейших пловцов. Приезжих гостей не было, однако участия в соревнованиях принимали 190 человек. Все воспитанники спортивной школы «Лесохимик». Дисциплина у нас и 200 комплекс, и 100 метров, и для маленьких, соответственно, оно уменьшается. Сейчас первыми у нас стартовали старший возраст, чтобы потом помогать более младшему возрасту. Но это соревнование «Я стану чемпионом» у нас первый раз под таким названием. У нас, как правило, проходит постоянно в традиции открытия сезона, закрытия сезона, первенство города и открытое первенство проходили, то есть к нам гости приезжали. Ну а сегодня мы проводим просто первенство города, чтобы дети свои силы к концу года показали, чему они научились. Особенно мы делаем удар на младших, и также, чтобы младшие посмотрели на старших своих коллег, воспитанников этого же тренера, у которого они тренируются. Соответственно, как бы преемственность, что ли, мы смотрим на старших и хотим подражать им. То есть дети у нас отличные, прекрасные, воспитаны в нашей спортивной школе и очень хорошие дают результаты. Плавание – один из самых позитивных видов спорта. Давно доказано, что не только плавание, но и просто купание помогает снять физическое и моральное напряжение. Стоя у бортика, хотелось нырнуть прямо в чашу. Пожелав участникам легкого старта и быстрого финиша, заплыв начался. Организаторы отмечают большой интерес к этому виду спорта. Не только со стороны пловцов, но и зрительский. На протяжении всего мероприятия на площадке ощущался спортивный задор, доброжелательность и поддержка болельщиков. Победителей на время в каждой возрастной группе и дисциплине было много. Все получили медали и грамоты. Так завершился праздник спорта и воды, дружбы и партнерства. Уровень плавания в городе Юстилимский, я бы хотела сказать, что он идет, потихонечку поднимается. Не такими большими шагами, но небольшими маленькими шажочками, он поднимается в гору. Соответственно, нам не хватает объемов воды. То есть пока у нас олимпиадец на ремонте, нам просто не хватает этого. И тренер от этого страдает, в первую очередь дети страдают. Нам не хватает физическую нагрузку им дать, чтобы они более обширно раскрылись дети. То есть вся физическая нагрузка – это вода. В зале это хорошо, а вода – это вода. Ждем нести терпением лесохимик, ждет олимпиадец. Нам этого не хватает.